олег здравствуй рада тебя видеть мы встречаемся в ресторане крым мы оба с тобой крымчане и мы встречаемся с тобой феврале и мне кажется февраль это особенный месяц для крымчан не знаю как у тебя но мне февраль всегда запускает один и тот же тринкер не вспоминаю события шестилетней давности у тебя нет такого ощущения ну да тысячи не подошли может попозже будет моим а что ты вообще вот помнишь с февраля марта 2014 года 26 февраля я был в штабе автомайдана там просто много работы после революции куча всего навалилась там и раненые и погибшие и медицинская помощь и это дрова и какие-то вещи что мы там вообще жил неделю в этом штабе после победы в горячая линия и звонит телефон и девочки как бы мне дают телефон вот позвонок из крыма там с этого митинга звонит какой-то крымский татарин представился я не помню уже имя его ой вот мы на митинге там с русским единством толкаемся здесь как бы ай-ай там кипиш что делать как что делать видите покрышки а потом потом поджигать еще и для него был шок такой как как да и все это не сделали этого как да то есть они не готовы были вот эти чуть дальше потому что мы уже как бы были на революцию жестоко насмотрелись за эти три месяца за последние три дня что мы уже ничего не боялись как мы реально ничего как ты уже по тебе стреляли когда гибли люди как бы ты уже ничего не боишься они готовы таким действием как бы да и и вот потолкались и разошлись и потом уже путин понял что все он сейчас не потеряет крыль и сразу подал до команд на захват как бы на тебя было ощущение что события 26 числа 27 закончится 18 марта и фактически после этого митинга видишь его 26 27 утром подняли флаги я бы 8 в штабе получается да у нас телевизор показывает прямой трансляцию подняли флаги спецназ понятно что я что россияне как бы да там на самом деле никто не выходил на улице не приветствовал в себе поле сразу вымер улицы практически пустые потому что когда появляются автоматчики люди садовывают по домам но я понял что все это захват как бы я сказал ну ребят у нас охватывает крым никто как бы это не воспринял серьезно потому что у нас как бы но я не буду это кому-то в штабе которые с автомайдана моими ближайшие соратники как вот они это не восприняли серьезно потому что они не крымчане не понимают ту ситуацию как бы как там что это то не может крым это даже как херсонская область там или черниговская не понимаешь что регион специфически очень какое-то влияние россии и ты думаешь почему украина не понимала крыма не понимала что в тот момент в тот момент мы еще не контролировали харьковская ада там сидел авто антимайдан многие другие как бы ада были блокированы как бы там украине был и раздрайв и они не поняли что это проблема серьезная склады серьезная проблема я сдал дела и на следующий день 28 я уже ехал в крым ты сказал что крым это специфические регионы что твои товарищи в автомайдане не понимали наверное что крым отличается насколько там сильное влияние не только они но и многие руководства нашей страны как ты думаешь почему так сложилось а кто это руководство нашей страны был из крыма кроме куницына ну куницын на тот момент например был он не занимал большую роль он не играл большую роль но верхушки действительно не было а в целом тебя у тебя как у крымчанина не было ощущения что крым все эти годы независимости жил сам по себе конечно и поэтому всеми говорю что то что произошло 27 февраля этот захват это было уже следствие подготовленная база очень 20 с лишним лет который россия готовила украина нет ну причина наверное не только в россии причины наверное в том что для украины крым был не интересен как то что не интереса не было ни одного у нас руководителя который бы понимал эту проблему которого была какая-то взвешенная государственная политика по этому поводу вообще национальные национальные идеи то есть мы не мог ничего предложить мы как-то жили как и жили как бы да и еще мы тут говорим про власть но на самом деле можно же говорить и о культурном аспекте и об аспекте например журналистики той же почему крым настолько не интересовал людей в культурной среде его мало было в том числе и в журналистике и поэтому общество в принципе не понимала и мы жили как в разных странах там не только журналистской культуре во всех слоях социальных политических вообще куда ни возьми как бы до крым такой немножко было отдельно и как бы часть населения сюда его расположена к россии потому что много с россии русскоязычных и русских по нас если бы ты давал характеристику крыме до 2014 года как бы ты рассказал о нем украинцу который возможно не до конца хорошо понимала чем сейчас трудно уже про это говорить про то что было к там там как бы да мы чтобы в этом ковыряться можно бесконечно как бы что это изменит как бы да уже выводы сделаны все понятно как бы да нужно плясать от того что мы имеем к тому чтобы хоть и хочем иметь как бы да ты сентября месяца присутствует информационное пространство у тебя есть возможность уже понять что происходит как происходит но я думаю что у тебя была ограничена возможность для получения информации все равно ты когда внутри понимаешь что якобы больше понимаю ну да как ты думаешь почему крым спустя пять лет не настолько интересует людей чья это вина опять же такой сложный вопрос как бы чья это вина как бы да опять же вернемся к тому же вот до 14 года кто у нас был руководство украины из крыма но никого где-то куницын там и то то и фигура куницын тоже нужно понимать как бы да кто-то кукуницын сейчас что изменилось у тебя как крымчанин а сейчас что изменилось как бы на вот то у нас там такое должен это милоташево как бы кто еще выше но саша дворецкая работает еще и саша дворецкая да но они все работают как бы такие среднее звено и ниже получается вот у тебя как крымчанина не так не больно украину из-за того что меня нет ни на кого меня нет ни на кого обид воля на украину это коллективная вина здесь нельзя сказать конкретно что виноват кравчук или виноват какие-то журналисты надо какие-то там культурные деятели вот такие те как бы это в целом как бы так вот никто не понимал этого не нашлось человека который бы говорю вот эта проблема там кто-то конечно говорим о воспринялся как маргинала ничего не бы какая война с россией что такое говорить какие люди были но не воспринимались как опять же маргиналы каким псевдопророки кто оказались правы да что вот к этому все пришло потом никто этого не ожидал никто в это не мог поверить даже когда начал за за захват крыма никто это просто поверить что россия вводит войска как бы все это делать для себя это хотя ну конечно это было я крымчанин для меня это было очевидно потому что база российская членоморский флот севастополя бомба заложенного отдела замедленного дизона взорвалась а как бы да это ты закладывала то спрашивать с них крымская аналитичность о чем она во первых выше сами на аль ты же самая развеешь я для воспитывалась я жила в крыму и мне очень интересно как ты видишь как раз на островной менталитет да то есть мы как бы сами по себе и нам никто не нужен как бы да вот это раз вторых это туристический регион как бы ни было до симферополь отдельно но это единственный больше город который является не курортным все остальные города курортные как вода и это соответственно накладывая да то есть использование других людей приезжающих к плане как зарабатывание денег как бы да то есть такой вот менталитет к ну как бы курортный как бы до барыжа зарабатывать на приезжих до временный такой все как бы вот сейчас заработано дальше как боже неважно и все соответственно когда россия присоединение присоединяла как бы крым тоже вот тут ясно и общался то есть среди кругу моих знакомых которые вот прям такие были упорные по политическим мотивам ну было очень мало основном говорили так ну вот ты же понимаешь там россии будет лучше там инвестиции туристы все короче зайдет я наверно таких людей было сильно много среди знакомых нет не так много у меня примерно разделилась круг знакомых было за украину активно либо пассивно и половина было за россию из них ну активных было практически не было таких вот а были таки более пассивные я ни с кем с ним не общаюсь с тех времен потому что ну тут всех разделила как бы так очень далеко но момент вот кое-что они говорили ну вот при россии будет лучше при россии вот будут инвестиции туристы я говорю посмотрите на абхазию смотрите на преднестровье как там вообще у них нормально живет нет у нас будет не так вот у них так а вот у вас будет также конечно крым сейчас не принесу и не абхазии но и не тот цветущий регион который все ожидали и даже не то что было до аннексии они хотели ожидать что вот сейчас при россии он расцветет вот сейчас вот короче все это вот это пойдет сейчас вот мы тут заживем не зажили и лучше чем стали раньше что эти жители не стали как бы да то есть там плюс-минус чем-то лучше в чем-то хуже да а главное перспективы никакой и общаясь с некоторыми крымчанами туда приезжают говорят но вот главное ощущение такой безуходность беспросветность ты помнишь крым начале девяностых всю жизнь прожил конечно помню ты помнишь возвращение крымских татар конечно еще возвращайся в школе еще учился приехали первый татар еще в школе учился какой у тебя было вот ощущение и как бы ты мог описать наверное те тоже в том числе предупреждения которые существовали в отношении крымских татар но поначалу было очень негативное это прям я помню что со школу там уже пугали вот татары едут как бы да все там и никто же не говорил нам что это их земля что не жили здесь 300 лет что их выселили как бы нам говорили идут татары там уже про и не проникает контрабанды на машинах и везут там как бы все там там такую прям историю мне в школе рассказывали вот там на посту остановили этого самого водителя не убегали глазки он открыли глава самый кабину там три татарина снажерного такие сказки рассказывают да и это было такое вот повсеместность к потом конечно когда они же приехали когда уже казалось что как бы точно такие же люди что ты их земля что их незаконно высвили преследовали как бы да все отношения конечно изменилась как бы да но эти вещи это наверное уже узнал в общении с людьми мы вообще не постепенно взрослении то есть я говорю про свои детские ощущения когда мне это было 13 лет когда они начали приезжать в конце 80 даже начали ехать первые но это большом было социальное потрясение для полуострова на тот момент с оппозиции 13-летнего мальчика олега потрясение то вот первый период там может первый год как бы да когда и ты их не видишь на тебе уже идет сказки ходят получается бабкины как бы ну как вот они в крыму пугали бандеровцами вот сейчас перед 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 аннексией которых не не существует их кровавых бандеровцев и приедут сейчас всех вы тоже сам рассказывать про сказки про датар в сказки про нато которую хоть вот-вот захватила бы крым то есть это постоянно такое блуждает как бы не только в крыму везде как бы такой у нас постсоветский менталитет как ты считаешь и в крыму он был более сильный потому что если ты помнишь что всю жизнь за коммунистов голосовал крым очень сильно больше чем у всех остальных это что означает что начать что память по советскому союзу она очень сильная там на много процентов людей голосовали за коммунистическую партии еще на выборах 2012 показатели был по украине это означает что этот регион всегда этот этот фантомные боли по советскому союзу то что вот возрождает россия они поэтому туда подпасы смотри помнишь как преподавали историю всемирную историю украины школе с украины ты наверное уже не изучал я я изучал ее уже в этом университете но она столько раз менялась окажется был на переломе я застал перестройку развал союза становление украины то есть все 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 это состав как ты думаешь все эти исторические процессы распад советского союза вращение крымских татар жизнь в крыму они повлияли на формирование тебя как режиссера как творческого человека да и не знаю ты не задумался но человек всегда что-то влияет всю жизнь что-то влияет люди не несешь какую-то крымскую идентичность в своем творчестве ну крым такой у нас мультирегионные мешаны поэтому как бы наша идентичность в нашей разнообразности получается да то есть крымчане очень как бы радует у нас все намешено как бы такой коктейль как бы да такой который дают на этом самом в курортном кафе дорогой не очень качественно где намешана куча всего как бы мы с тобой общаемся как раз ты вернулся из длительной поездки ты был среди штатов ты был в канаде ты был на кинофестивале саннец наверняка тебе спрашивали о крыме как бы ты рассказывал иностранцу о крыме но не спрашивают бы в плане как сейчас там обстановка как бы да я им говорю что я там уже не был с времен оккупации оккупации застал два месяца поэтому могу сказать вам очень точно про захват это еще было на моих глазах а про сейчас могу только рассказать из-за того что я черпаю скотых источников и от моих знакомых друзей в этом плане мы такие более философские темы на которые тут уже полчаса меня спрашиваешь и как бы ну мало интересует потому что они как-то ну в этом не задумывается особо ты просто глубже вот в этой ситуации без интереса докопаться до корней получается всего да как бы ты описал крым если рассказывал ему о человеке который там никогда не был ну это самое лучшее место на земле у тебя есть это конечно я до этого до тюрьмы что много путешествовал как бы ну еще но всегда я люблю путешествовать да потом как бы да много ездил по кино как бы да поездил по миру посмотрел я всегда верю что ну лучше крыма ничего не лучше рассказать о любимых местах крыма крым глазами экскурсия по крыма глазами олега сейчас там не наши и давай вернемся 2013 год я например знаю эти места это как ты бель это гора метридат керчи это судакская крепость я не привык ковыряться в прошлом тем более это в это ранее ковыряться пальцами чтобы это вызывать это все рефлексии как бы эти самые да я стараюсь думать о важном позитивном и правильным а вот эти ковыряния не по мне ну ты как считаешь ты пережил то что произошло в 2014 году или похоронил это где-то глубоко в себе пережил и похоронил то не одно и тоже пережил это когда ты можешь найти новую жизнь и новый смысл в этом а похоронить это значит забыть как-то и заблокировать я ничего не забыл и ничего не это это не боль это просто желание сделать все правильно вернуть крым как бы и наказать агрессор вот еще есть цель как бы я к ней иду все никаких у меня фантомных боли каких-то разочарований обид или да нету когда вот есть ситуация вот она такая как бы есть цель которого достигнуть вот такие мысли понимаете более рационально прагматично тебя есть я не хочу говорить про план возвращения крыма ни в коем случае но тебе есть представление того как это могло произойти бы конечно нужно понимать что путин крым не отдаст но это невозможно он проще отдаст крем чем отдаст крым значит как бы нужно продолжать пытаться с ним договориться пока им нельзя донбасс он тоже наших словах не вернет значит нужно давить это единственная стратегия как украина так мирового сообщества мы даже не отдавить не дать ему стабилизировать политическую экономическую социальную ситуацию внутри россии потому что я знаю что россия сильная армия там есть бомба есть нефть есть деньги есть эти кальваски политическое государство контроль сми и все все моменты поддержка народа определенной части при ты массовой пропаганде этот режим все равно он обречен то есть невозможно то есть он авторитарный он построен на лжи на запугивание на обмане он не может существовать вечно то есть там монет ни одной нормальной институции в россии кроме путина это какой стоп на который поставлены все остальные как пытались там парламент как бы сми и полицей и полицейские там спецслужбы армия все зависит только от одного человека то есть понимаете решение один человек путин все то есть своим движением глаз своим словом своим мыслям все остальные просто угадывают что он подумал что он хотел сказать что же он хочет то есть все вокруг него как бы делается и это не институт президента это институт путина соответственно нельзя понять фамилию и все останется как есть все когда уйдет он это все рухнет без сомнения он либо может умереть либо ситуация с дворцовым переворотом тоже возможно 24 год стоит как бы его могут просто отжать потому что он стареет дряхлеет все равно как бы то то есть таких стариков могут просто к этому момент просто отстранить либо россияне рано или поздно проснуться и выйдут то есть три варианта все сейчас представляются невозможными но если говорю 18 августа 91 года ни один человек на земле не сказал что через три дня не будет советского союза три дня и его нету 27 февраля 17 года не мог предположить никто что через три дня не станет отречет отречется царь и династия романа прекратить существование вот эти вещи происходят не всегда неожиданно они всегда возможны и предсказуемы поэтому при крахе этой власть любой человек пришедший после путина он столкнется с дестабилизацией внутри страны то есть он не сможет убежать так как она есть слишком много внуков в групп влияние на более низком уровне усталость этого самого населения от всего раздражение по поводу всего кроме может одного путина и когда уходит он это раздражение начнет выливаться на всех остальных ну крым и многие говорят что некая сакральная вещь не только путина но и для россии вот когда они столкнутся с этим проблемам внутри дестабилизации который приведет не только как бы к экономическим последствиям социально возможные гражданским конфликтам все нужны ощущения для них доводить что это все после того что вы забрали крымка года то есть то что было не вашим то что вы нарушили то есть этот баланс как бы вот вы сейчас с этим всем разгребаетесь и любой человек который пришедший на смену путина он будет вынужден искать поддержки за рубежом для чтобы опереться на их политическое влияние поддержку потому что внутри страны у него не будет такого и в этой ситуации это единство единственных но возможно только этот вариант когда мы можем при помощи западных партнеров занять жесткую позицию о непризнании новой власти без возврата наших первых территорий вернусь опять-таки ты был за границей у тебя есть ощущение что западные партнеры готовы поддерживать украину в этом вопросе до конца они готовы поддерживать не готовы делать за нас нашу работу никто не будет этим паровозом впереди нас то есть мы никто никто не будет делать больше чем мы мы должны делать больше остальных и быть сильнее в эти в этих процессах быть лидером быть страной которая эту повестку формирует как бы да эту стратегию остальных не присоединяется а не ждать и говорить но спасите на помогите нам сделайте что-нибудь за нас как бы нет помогая тем кто борется за того что мы выходили на майдан боролись против януковича нас поддержки до этого янукович был точно такой же бандит но они же не могли давить на него не прислушивание народа в крыму не было большого сопротивления ни народа не не этот самый не по украинской власти ее остатков не военных не было приказа с киева ничего не мы просто сидели ждали чего-то непонятно чего все соответственно мир нас особо не поддерживал тебя нет сейчас ощущение этой инерции которая дальше продолжается вопроса связанных с донбассом связанных с на сам в первую очередь с крымом скрыт с крымом да никто не знает что делать потому что не тогда не было заложено базы сопротивления как бы не было показано что мы за него боремся соответственно мы не боролись за него сейчас ярко не боремся не тогда не боремся и сейчас естественно трудно поддерживать мировой суд чтобы она боролась за это баба все ясно там война 14 тысяч погибших как бы стрельба там танки как бы просевают войска все понятно мы боремся нас поддерживают как бы если мы делали то же самое в крыму путин был солнцем донбасс и за крым было бы легче бороться потому что вот мы здесь боремся раз мы не боролись у вас так забрали в этом просто сидели как бы а сейчас чего из похватились что можно изменить как ты видишь свою роль возможно в том чтобы изменить отношения людей свою роли никак не вижу я делаю то что моих силах как бы до роли это для других этот самый я говорю про то что мы должны эту тему не забывать постоянные подымать тема крым и донбасс не должна разъединяться что вот там донбасс а потом когда-нибудь крым когда это никогда как бы да то есть это тема должна быть едино потому что проявление одной и той же агрессии российской агрессии по захвату украинской территории когда общался с людьми штатах в канаде ты видишь рациональность потому что это вопрос международной безопасности видишь ли ты сочувствие в этих разговорах когда касается тема крым ну между сочувствием рациональность очень большая пропасть как бы до сочувствовать можно бесплатно да 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 мы все понимаем и поддерживаем такие разговоры можно вести 50 лет на а рациональность это понимать что это угрозой нужно что-то делать чтобы то есть на тебя но это понимание больше есть у прибалтов и поляков как бы да у других ее меньше чем дальше от границы россии тем это понимание уменьшать лети до франции там вообще как бы они начинают говорить про культуру про связи про то что нужно как-то вот разговаривать как-то вот что-то нужно делать сейчас какие-то обменные культуры вот поэтому крым как-то вот ну это вообще ли абсолютно там теории из потолка взятые как бы да они нет ощущения того что это опасность очень интересно твое ощущение именно именно отношения разных стран к украине вот что я проехался понимать я был в той же в чехии был в словаке там полы наватников населения они голосуют за пророссийских президентов премьеров как бы да и это нас устраивает братья славе этот в словакии глава президента не столько полномочий много больше примера принять нейтральную позицию а глава парламента спикер у которого много полномочий как бы да он его называют шпион кремля вот в открытую потому что он как бы ездит в каждую неделю там летает в москву на консультации как бы да он приезжает лавров они с ним обнимается как бы да и там когда я был в парламенте там у меня были тоже заседание ну встреча с парламентарем про европейских в это же время был там лавров он встречался спикером у него было там выступление да ну хорошо что мы не это тоже рациональность как ты считаешь их нужно понимать у каждого свои заботы то есть все европы это не часть украины это не наши области как бы да макрон не президент украина у него свои задачи свои цели нужно это понимать политика очень циничная вещь то есть красивый разговор а есть реальные вещи которые нужно делать если их это не волнует не касается они будут делать меньше если мы ничего не можем предложить взамен а мы нему чего не можем предложить замен кроме своих проблем то соответственно у нас меньше заинтересованность а что я просто вижу все события которые происходят в украине как на самом деле для меня для меня то что происходит в украине и то что мы видим сейчас на датмассе это фактически здесь проходят восточные границы западной цивилизации и на самом деле наша ценность для европы представляет как раз таки то что мы сдерживаем я был в этой самой в америке общался там с одним человеком которые как бы ну достаточно понимающий как бы они совсем официально он как бы да но который глубоко в теме как бы уже давно занимается политикой как бы да и он после расплава союза в америке был дискусс что делать присоединять восточные страны к нато либо оставить их буфером то есть украина молдова там оставить их буфером для того чтобы там что происходили конфликты они не было прямого конфликта с россией если будет граница нато с россией то всегда могут какие-то моменты возникать и соответственно из опасно стягиваться в конфликт впрочем и буферную зону чтобы конфликты были там и это мнение оказалось превалирующим вот мы имеем то что имеем то есть люди когда это все продумали тогда вот она сейчас мы имеем такой результат знаешь я помню одно из своих открытий когда я в прошлом году была в штатах и на встречу пришел джон керри и российская студентка спросила у него как раз это было буквально через несколько дней после захвата наших моряков море почему вот украина спровоцировала моряков точнее украина спровоцировала россию вы укрепляете группировку нато в этом регионе и меня поразил ответ керри который сказал что он по-другому смотрит на события 2014 года потому что фактически мы сделали выбор за украину сделав его частью там европейской цивилизации а на самом деле это было обострением отношений с россией и я думаю что мы должны жалеть об этом что именно по этой причине в украине началась война что ты ему ответил я понял во-первых его мысли как бы мысль заключалась в том что западная цивилизация спровоцировала россию на конфликт потому что украина не должна быть частью европейской цивилизации но из-за того что он так мысли занимая должность вице-президента как бы мы имеем такую американскую не такую сильную поддержку которая могла бы быть во времена этого не кирилл же был не вид не вице-премьером он не видит президентом вот мы имеем то что что имеем то есть не было жесткой позиции если был бы бы говоря там играли бы маккейн и был у него был другой вице-президент мы были вы имели другую поддержку как бы другое сопротивление и ложечко оппозиция превалировала получается у него вот пожалуйста у тебя не создалось ощущение такого конформизма когда ты ездил по европейским странам я вообще ничего не ожидаю как бы от них я не понимаю почему мы должны считать что они разрешать наши проблемы да мы подписали мимо будапештский эморандум как бы да и кто его подписывал как больших ним вопросы как к этим людям что мы отдали бомбу получили вот зимен бумажку даже россия не рефицировала и вообще не считая сейчас за договор как бы да то есть мы отдали бомбу ни за что как бы да поздравляю отличное политическое решение этот оставили севастопольские севастополь российский флот все ну потому что вот так не было другого решения как бы вот так мы вот так мы сделали какие мы молодцы средства договорились как бы да пожалуйста еще одна бомба еще второе практически прекрасное решение то есть вот вопрос к этим людям откуда исходят эти корни наших сегодняшних проблем тогда не было понимания что нужно рубить концы иначе нас снова туда утащить думаю что все ну наконец-то если с рук ну чтобы заживем хорошо а он снова начал как этим обидно тут возрождаться как бы ты назвал такую позицию украины это комплекс неполноценности комплекс недальновидности никто не вел политику стратегию там на протяжении там когда у поклевать 20 лет на кто бы там не думал то не думаешь ли мы не будем жить потому что украина не было основ государственности истории как сказал знаю почему так потому что это часть нашего менталитета делали про факты вот так вот как вода почему так получилось уже как бы делать 10 и сейчас не имеет нашли причина в этом как бы вот пихать для того что есть есть мы собо не постоянно смотреть как бы назад и постоянно только про это думать мы не будем думать про перед и не будем туда смотреть. Меня поразили твои слова на форуме в Мариуполе, когда ты сказал, что революция достоинства превратилась в контрреволюцию, в ненависти. Это было твое ощущение спустя несколько месяцев после возвращения. Это был скорее такой лозунг, он конечно был, как любой такой момент, немножко присгущенный, но мне была задача, чтобы обратить на это внимание, смотрите, во что мы превращаемся, за что мы боролись и что мы имеем сейчас. Конечно, не так все плохо, конечно, не все так себя ведут, но такие ситуации есть, и то, с чего мы начинали, и вот в чем мы имеем сейчас. Люди это не замечают на протяжении шести лет, когда по чуть-чуть у тебя что-то отрезается, что-то меняется, ты не замечаешь, как голубой грязницы превращается в серое, например. А я, человек, который прилетел из прошлого, как из капсулы, такой временной, хоп, я посмотрел, думаю, ребята, ну что у нас происходит? Поэтому я про это сказал. Что тебя больше всего разочаровало в Украине в 2019? Мне невозможно разочаровать. Ну хорошо, не разочаровалось, что тебя удивило. Удивило в хорошем смысле или в плохом? В плохом, давай начнем с плохого. В плохом, что за пять лет, что у нас мы не рванули, у нас нет как бы прорыва в реформах, прорыва в сломе общества, прорыва в сломе системы, прорыва в сломе каких-то отношений и рывка. Все, мы его не сделали. Мы буксуем по-прежнему. А хорошие? Что люди стали меняться. Ну, ты не видишь взаимоскучающие вещи? С одной стороны, мы реформы не провели, получается… Это проблема не только в людях, это проблема во власти, которая не проводила… А власть не в зеркало общества? Люди довели в зеркало, конечно. То есть они же там не прилетают с другой планеты, как бы, да, то есть это люди, это мы, люди, которые дорвались до вот этой кормушки и все, и туда уже, когда рыл опускается, все уже просто забывается сразу. И вы это видели, думаю, за шесть лет, на примере ни одного человека. В чем ценность Украины для западной цивилизации и для мира? В том-то и проблема, что нет особых ценностей. Смотрят, да, как мы на борцы, да, молодцы, вот, как бы, да, поритесь, да, это какие-то чувства вызывает, искренне, на самом деле. То есть они в этом плане не являют, но просто это переживание, как бы, да, вот, ну вот вас сильно волнует конфликт там в Йемене, там война происходит, там до сих пор на друга убивают, там жертвы много больше, чем у нас. Ну да, да, переживаем, да, но это далеко. Украина чуть ближе, поэтому переживает сильнее. Вот и все, нужно понимать, что наш конфликт, наши проблемы, наш враг, наши противники, нам нужно, наоборот, самим, прежде всего, на это смотреть, а нас уже будут поддерживать, как бы, да. Ты знаешь, ты говоришь об этом, и меня вспомнила история о том, как ты снимал свой первый фильм и решил вложить свои деньги собственные, по-моему, 20 тысяч долларов. Это был старт, на самом деле, потом было больше, сумма такая осталась, как бы, она такая первая была, да. И ты знаешь, ты говорил вначале, что ты рациональный человек, но на самом деле это не проявление рациональности, вложить собственные деньги в такую… Я не сомневался в успехе просто. Да? Да. Многие меня, которые знают близко, говорят, ну ты, как бы, очень рисковый, ты очень безбашенный, идеяшки, вещи, которые, ну, казалось бы, это просто сумма сбродства, как бы, а на самом деле нет. Просто я все рассчитываю, как бы, и все, у меня есть план, как бы, и все, и стреляет. Относительно крымских событий, это же тоже был риск определенный. Какой? Ну, фактически, то дело, которое вам шили. Не то, что я приехал туда и два месяца там занимался сопротивлением, ну да, ну а что было делать, я не мог не сопротивляться. Я понимал, что мы, как бы, обречены. Я вот это чувствовал, уже после первого дня я приехал, и вот уже, вот видел, мне пару дней хватило понять, что все, как бы, то есть, что мы обречены. Ну, а ты продолжал бороться? Ну, я продолжу сейчас бороться. Один в поле воин? Я не один. Не один? Я не один. У нас много, и мы победим. Потому что за нами правда, поэтому я не сомневаюсь в этом. Как не сомневался в том, когда я начинал снимать свое кино, хотя оно оказалось, что это сумасшествие, как бы, да. Я помню, что в этом фильме был не очень хороший звук. Ну, дешевый, да, конечно. Фильм такой вообще не очень, поэтому нечего обсуждать. Кстати, завтра будет дата. Завтра дата будет 10 лет с начала съемок. 10 лет назад мы начали его снимать. Олег 10 лет назад, Олег Сенцов 10 лет назад и сейчас, это разные люди? Ну, с одной стороны все меняются, и я постоянно, как бы, меняюсь, потому что я стараюсь над собой работать. То есть это у меня 16 лет продолжается, это фишка, как бы, да, я стараюсь себя улучшать, апгрейдить, как бы, да. То есть бороться с тем, что мне не нравится в себе, и развивать те навыки, которые я хотел бы иметь, как бы, да. И какой-то путь был большой, и я продолжаю это делать даже сейчас, как бы, да. Есть вещи, которые я хотел бы себе исправить и приобрести. Я, как бы, ну, постоянно работаю над собой, как бы, да, это процесс не безостановочный. Когда ты поймешь, скажешь, о, ну, все, я такой молодец, у меня уже некуда развиваться, ну, все, ты уже как личность умираешь. Ты критично относишься к своей первой работе, хотя она получила хорошие отзывы? Я критично отношусь к многим вещам, но в первую очередь отношусь к самому себе. То есть большего критика, чем я сам для себя, нет. Это критика или самоедство? Нет, нет, критика рациональная, самоедство такое, ну, какое-то вообще глупое чувство. У тебя нет страха после длительного перерыва, после первой работы, после заключения, после того, как ты стал символом, символом сопротивления? Нет страха снимать второй фильм? Все эти вещи, я стараюсь, чтобы мне не заходили, поэтому у меня есть желание снимать кино, и я буду снимать кино. Да, за 10 лет, то есть я, считайте, снял один фильм, да, пока мы там его сняли, там целый год, пока мы его там продвинули еще год, потом мы год пытались получить финансированное следующее кино, потом мы год готовились к насторогу, вот мы были готовы снимать второе кино в 2013 году, и тут как бы тюрьма, война, как бы, и все закончилось. На срок, исходя из всех событий, которые произошли, будет другим фильмом? Нет, ничего не изменилось. Я там кое-что поправил, как бы, когда сидел в тюрьме, как бы, просто свои сценария хорошо знаю, и какие-то вещи исправил, это были небольшие поправки, как бы, никак не влияющие в целом, потому что все-таки тюрьма современная российская, и криминальный мир 90-х годов, немножко разные вещи, как бы, поэтому там никаких правок в лесу их не будет. Но ты переживаешь относительно того, как воспримет работу Олега Сенцова? Вообще не переживаю. Мне вообще не переживаю. Мне важно, как Олег Сенцова воспримет собственную работу, как бы, да, потому что любой нормальный режиссер, как помню, снимает себя для себя. То есть я хочу, чтобы это было снято вот так вот, как я хочу, как я себе представляю. Вот если я сниму, как я себе представляю, это будет на меня самого действовать. Все, я справился. Украинское кино за эти шесть лет, когда тебя не было в Украине, изменилось? Ну, я не так много, на самом деле, как, может быть, кажется, общаясь с киношниками. Да, я и до этого мало, как бы, общался. Я не очень люблю тусовки, мероприятия. Практически никуда не хожу, вот. И у меня есть определенный круг общения, я сообщаюсь, но он не широкий, как бы, да. Ты уже успел посмотреть какие-то фильмы? Да, фильмы я смотрю, как бы, да, есть фильмы, которые меня порадовали, да. Какие? Мои думки тыхи. Да, очень. Однозначно, очень хорошее кино, как бы, да. Оно не приведу на что-то, как бы, сильно высокое, но это, как бы, кино, которое люди смотрят. И вот сарафанное радио, у них провели треть неделю проката, хорошие сборы, как бы, да. Как ты думаешь, почему мои думки тыхи это хорошо воспринялись? Хорошее кино просто, если хорошее кино хорошо воспринимают. Я думаю, что причина, наверное, не только в этом. Я не кинокритик, я не знаю, я не знаю. Мне понравилось хороший, я не кинокритик. А что именно понравилось? Если бы был бы кинокритиком, я бы писал рецензии, а я кинопрактик, я знаю, как вот сделать, чтобы было хорошо. О чем фильм «Мои думки тыхи»? Я не знаю, там, про маму и сына, как бы, он там снимал звук, там, животных, поехали на Карпат, и было весело. Не знаю, мне кажется, он все-таки про жизнь в Украине, поэтому людям показалось это близким, и каждый узнал себя. Ну, вы должны понимать, что во всем мире есть национальное кино. Везде, в самой задрыпанной стране есть национальное кино. Знаете, в какой в Нигерии снимается фильм? Там, третье производство в мире, там, у них пять тысяч фильмов в год, как бы, да, бюджеты 500 долларов, и они в полный зал все смотрят, как бы. Потому что оно про них, как бы, да, то есть, людям интересно смотреть про себя, чтобы был фильм на своем языке, свои лица, свои эти вот имена, свои, как бы, своя ментальность, все, как бы, про себя всегда интересно. Поэтому, как бы, да, национальное кино, в любом случае, как бы, его будут смотреть просто сколько. Но я знаю, что, судя по цифрам, у нас достаточно неплохие сборы бывают у фильмов, как бы, да, и люди собираются, как бы, да, и фильмы есть. Авторские фильмы, вот, я посмотрел в Санденсе, его мало кто еще видел, «Земля Блокыт» и «Налимопельсин». Очень хорошее кино документальное, очень доброе, хорошее, там, да, она получила приз за режиссура, это, вот, хороший старт, как бы, это я рад за Иру, как бы, да, и за всех создателей. Я думаю, что она пойдет дальше, у нее однозначно есть талант. Еще видел, ну, не видел, точнее, точнее, видел, но фильмы, которые вышли чуть раньше, там, «Додому», это, «Наримана». Наримана, да. Да, по-моему, отличное кино, как бы, это хороший был старт с «Канка». Ты видишь рост, по сравнению с четырнадцатым, тринадцатым, четырнадцатым годом? Ну, и тогда были хорошие фильмы, и тогда были хорошие фильмы, и сейчас они снимаются, как бы, да. Но я и «Донбасс» видел, и еще фильмы, и «Атлантиду» только еще не смотрел, «Восиновича», все хвалят, она была в Венеции, я еще не видел. Ну, как бы, да, фильмов стало больше, хороших рост есть, как бы, да, это хорошо, но по-прежнему пока что фильмы сильнее, чем «Племя», пока что мы еще не сняли. Я говорю в художественном плане, если вот по гамбургскому счету, вот как бы, если брать просто за художественность, что самое крутое кино, да, в этом счете, в этом плане. Не по сборам, не по массовости, а именно по вкладу в кино, в киноискусство, в развитие, то лучше этого еще пока ничего не было. Олег, я знаю, что тебе эта тема не очень приятна, но все, что все-таки произошло с номерами, ты не любишь, ты избегаешь эту тему. Ну, интересно. Ну, все нормально с номерами, будут примеры в Берлине, а через неделю мы едем туда. Ты тоже ездишь? Да, я тоже еду, как бы, да, потому что, ну, это уважение к создателям, как бы, да, и как бы там ни было, как бы, да, это люди старались, и надо вспомнить, это кино никак, меньше как художественно, больше что-то социальный проект получил, поэтому люди старались, как бы, меня поддержать, и я за это всем благодарен, как бы, да, поэтому я поеду. Там будет в Берлине несколько показов, вне конкурсных, но 18-го числа, будет за три дня до Берлинали, будет, как это, киноакадемия, 70 лет, какая-то церемония у них торжественная, как бы, да, там соберутся все киноакадемики, вот, может, все-таки дадут мне слово на этот раз, не знаю. Дадут, конечно, дадут. Нет, там просто было, они просто забыли, там просто проблема, потому что микрофон был выездной, кто-то не нажал на кнопку, и как-то все у них так получилось, не потому что это было специально, там просто такой факап, как бы, организаторский, вот, это было странно. Здесь они приглашают, как бы, меня, частью группы, как бы, да, презентовать, и они будут именно на этой церемонии показывать этот фильм номера, как вот фильм, поэтому для меня дорого. Нет, есть какие-то люди, я уверен, что будет многим понравиться, просто у меня, опять же говорю, очень высокие требования к себе, первую очередь, да, а я воспринимаю, что это часть, ну, как бы, моя пьеса, мой сценарий, я участвовал в постановке, как мог, как бы, поэтому, это часть, соответственно, меня, как бы, да, поэтому... Я говорю с номерами, тебя, как режиссера, чему научила? Доверять до конца людям, не доверять до конца людям? Я доверяю людям, просто, как бы, когда ты находишься на площадке, ты принимаешь, как бы, решение, когда тебя нет, ты бессилен, когда задержка в неделю. Ну, это история про доверие, абсолютно. Доверие с закрытыми глазами, фактически. Нет, вопрос, это история не про доверие, просто про то, что, как сказали все, было бы хорошо, если ты был сам, вот и все, как бы, да, я очень благодарен Ахтему, что он в это ввязался, потому что я понял, что это неблагодарная вещь, то есть снимать по чужому сценарию, как бы, чужой материал, под каким-то еще давлением, ему там не давали менять никакие сцены, строчки, как бы, да, слова, и я какие-то инструкции пишу, еще, еще, то есть я понимал, что он в очень вызывной ситуации, потому что я ему очень благодарен за то, что он сделал. Но знаешь, что ты очень активно был включен в процесс, в том числе выбирал даже размер каблуков для героев. Я делал все, что я мог. Просто одно дело, это подготовка, а съемка, это совсем другое, понимаете, это самое главное, это вот, это сердцевина, вот эта вот пульска, душа, которая невозможна уловить, как бы, в любом случае, это, как сказала мой второй режиссер, для нее, который тоже, который меня хорошо знает и лучше всех знает, наверное, и в мире, тем более в кино, в котором я работал с первой до короткометража, который тоже в этом процессе участвовал тоже заочно, она просто сказала, ну, это не твой фильм, тебя там нет, и вот в чем проблема, вот в чем проблема, как бы, главное в этом, не то, что фильм плохой, потому что меня там нет, вот в чем дело. Да, я понимаю. Скажи, твоя вот активная сейчас деятельность, твои поездки, твои выступления, они отвлекают от кино, от мыслей, у тебя нет такого ощущения, что ты повторяешь, возможно, какие-то вещи? Очень сложно, когда тебя постоянно просят где-то выступить, рассказывать что-то новое миру. Я стараюсь, как бы, ездить только на самые важные вещи, да, я очень много отказываюсь, в основном я отказываюсь, да, еду только на что-то очень важное, ключевое, да, но это сейчас занимает большую часть моего времени. Я понимаю, что сейчас есть интерес, сейчас я могу что-то сказать, пусть я скажу одно и то же, но я каждый раз стараюсь, как бы, да, говорю, как бы, про одно и то же, но подбираю, как бы, слова и моменты, как бы, чтобы эмоционально зацепить людей, которые присутствуют в данный момент, как бы, здесь, как бы, то есть, как бы, ну, сконтактировать с ними, чтобы для них вот именно все это донести про наших пленных, про российское вторжение и прочее. Кино мы занимаемся, да, вот номера выходят без моей, как бы, я там вообще, ну, никак не участвую, я там после выхода никак в этот проект не влезал, они делают все сами. Мы готовимся к Носорогу, уже идут кастинги, начнется скорый выбор локации и если все будет хорошо, там, мы вступим летом в активную часть подготовки, когда у меня уже не будет мало времени, чтобы ездить, а в сентябре съемки, как бы, да, поэтому я там уже не смогу никуда уже ездить, поэтому сейчас я отрабатываю, пока время еще есть у меня запас. Кроме этого, мы готовим следующий проект на английском языке с иностранными партнерами, мы сейчас ищем, как бы, себе партнеров, продюсеров из-за интересованности, но пока еще рано про это говорить, он через два года будет в работу пущен, вот, поэтому и делаем. Ты знаешь, когда ты начал активно ездить, в том числе появились какие-то предположения относительно того, что у тебя есть планы по построению какой-то политической карьеры, ты написал об этом пост. Ну, чтобы я просто про это несколько раз говорил, и мне пришлось это еще раз подтвердить, как бы, словами, чтобы... Но, тем не менее, когда я сегодня готовилась к интервью, общалась сначала с Джамалой, потом еще со своей подругой Женей, спрашивала, что бы вам интересно было спросить у Олега Синцова, он говорит, у него есть планы относительно политической карьеры? Он говорит, да, поэтому уже сказал, что он не заинтересован. Ну, совсем нет? Или все-таки можешь подумать где-то на каком-то из этапов в жизни? Никогда не говори никогда. Нет, ты понимаешь, что никогда не говори никогда. Просто в планах этого нет. Лед, я бы хотела нашу беседу закончить, и мы приступим к опросникам Пруста. К чебурекам. Да, к чебурекам. Ты к чебурекам, я к Ян ТХ. Опросник Пруста. Очень интересно. Опросник? Опросник Пруста. Какие добродетели цените больше всего в людях? Какие добродетели? Честность, справедливость. Качество, которое больше всего цените в женщине? Искренность. В мужчине? Наверное, силу. Ваше любимое занятие? Трудно сказать. Кино, наверное, снимать. Ваша главная черта? Трудно себя характеризовать. Себя трудно характеризовать, поэтому я не знаю. Ну, попробуйте. Не хотите? Ваша идея о счастье? Идея о счастье? Ну, слушайте, ну, такие вопросы, как бы, да. В этом, когда начался в пятом, шестом классе, как бы, там у нас у всех девочек были такие тетрадки, как бы, да. Раньше не было интернетом, развлекались по-разному. Да, 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 анкета. Анкета, как бы, да. Я никогда их не запомнил, они вопросы у них оказались дурацкие, как бы, да. Вот прошло вот уже тридцать лет, вопросы повторяются, как бы, да. Они не стали ни более интересными. Ну, это опросник просто, это важная история. Да, я не знаю, что это опросник, как бы, просто девочки у меня списывали, или просто девочки, я не знаю, опросы одни и те же, как бы, да, то есть не очень интересно. Ну, хорошо. Идея о несчастье? Туда же. Где вам хотелось бы жить? Ну, сложный вопрос. Сейчас живутки, как бы, да, и хотелось бы, понимаете, я не, знаете, есть у буддистов, как бы, да, такая формула счастья, да, то есть ты, как бы, делай все, что можешь, а что не можешь, не думай об этом, да, то есть отсутствие желания, это и есть счастье, как бы, да, то есть счастье, несчастье, когда ты что-то не можешь достичь, что-то не иметь, чем-то думаешь. То есть я так не живу, как бы, да, вот у меня что есть, я этому радуюсь, как бы, да, есть какие-то цели, я к ним иду, то есть я не думаю о прошлом, не сожалею, не рефлексирую, там, не вечерами, там, как бы, не сижу, как бы, там, и на картинке Крыма не смотрю, как бы, да, и все, там, на луну не вою. Я не живу так, я не разлагаю себя, получается, да, нет на это времени и силы желания этим заниматься. Любимая писатель. Продолжаем. Не, не, на самом деле хороший вопрос, потому что я всегда говорил, как бы, да, как это делить, как-то узнать, вот, трудно, какой любимый писатель, любимый фильм или любимая музыка. То есть очень просто, представьте, что вы летите на Марс на три года, может, я только одну книжку, возьмите, какую вот выбрать, это будет ваша любимая. И какой бы выбрать. Я бы взял рассказы о Хемингуэре. Серьезно, класс. Фильм, не могу не спросить о любимом фильме. Зеркало Тарковского. Любимые литературные персонажи? Ну, там много, слушайте, как бы, от Буракина до Стапа Бендера, там, как бы, там, список очень длинный. Любимые герои в реальной жизни? Ну, слушайте, тут очень трудно, потому что, ну, героя такое слово, когда ты такого человека встречаешь, ты понимаешь, что он герой, как бы, он про это говоришь, ему это, как бы, не очень приятно слушать и понимаешь, что лучше про это не говорить. Я вот последний вот встречался с Глондарем и Кореньковым, да, и сначала написал, там, вот, встретился с простыми украинскими героями, потом понял, им будет неприятно, и устроил на хлопцев. Ну, вас тоже называют героем. Хлопцы богатым. Вас тоже называют героем. Это тоже самое, что на меня примерит. Да. Ну, вам бы, наверное, не хотелось, ну, нет такого. Ну, раз я сказала про других, значит, то же самое, что вы говорили про меня, вот и все. Чему испытываете отвращение? Отвращение? Ну, трудно, как бы, сказать. Ну, самое неприятное черта характера, наверное, у людей, это неискренность, воживость, лицемерие. Часто сталкиваетесь последнее время с этим? Ну, у меня таких людей, как бы, в кругу-то нету, как бы-то, где-то они есть, там, у них проходит рядышком, но я, как бы, от них подальше лежу. Ну, у вас нет ощущения, что где-то вас, возможно, хотят использовать? Очень трудно это сделать. Сила характера, да? Ну, во-первых, уже все понимают, что так не получается, и, плюс, такие вещи, как бы, я уже, как бы, отстреливаю за пару ходов, как бы, и не получается. Любимый литературный женский персонаж? Долго? Ну, как раз вопросов еще не знаете. Не-не, все-все-все, уже заканчивается. Последний, что-то, я не знаю, женский персонаж. Не знаю. И, как бы, вы охарактеризовали свое состояние духа в настоящий момент? У меня всегда в спокойном состоянии. Великолепно. 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 Продолжение следует...